Дальневосточная столица в предвкушении невероятного культурного события. 24 сентября стартует первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Накануне открытия состоялась пресс-конференция с организаторами проекта. Вмешалась пандемия, после этого пришлось еще дважды менять программу в силу сложившихся ситуаций. И наконец-то мы очень рады и счастливы, что вот сегодня и завтра мы эти два дня практически являются признаком того, что мы откроем наконец-то первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Жители региона увидят лучшие мировые постановки коллективов из восьми стран мира – Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Помимо спектаклей для жителей города будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждение спектаклей. Здесь молодые актеры могут взять уроки мастерства, здесь зрители могут посмотреть спектакли из разных стран, здесь, конечно, большая режиссерская школа, школа и постановочная. Но и мы видим, что жители Приморья с каждым годом все больше и больше влюбляются в театр, все больше и больше дают предпочтение именно культурным страницам и культурным направлениям в своей жизни. Раскупленные билеты тому подтверждение. И, со слов Евгения Миронова, Тихоокеанский фестиваль ждет большое будущее. Эта идея во Владивостоке родилась у нас с Ромой еще Должанским, который здесь присутствует, создание такого фестиваля, потому что, ну где как не здесь. Вот прилетая во Владивосток, ты уже чувствуешь, что ты на краю земли. Понимаете? Океан и дальше открываются немыслимые просторы. За этими просторами великие культурные традиции наших соседей. Откроет фестиваль спектакль из Японии. Сато Семияги, режиссер с мировым именем, представит свое сценическое прочтение древнеиндийского эпоса. Спектакль «Махабхарата на лачаритам» наполнен восточной философией и легкой иронией. Он придется по вкусу как профессионалам, так и широкой аудитории. Алина Черненко, Анастасия Лихман. Новости на восьмом.